Провожай, я Дианусичку. Время у нас сколько, Дианка? Ты у нас выходишь? 8.15. 8.15. Мужа провела. Следующего человечка провожаю. Ну, сама себя проведу на курсы. Да, потом сама себя соберу, выведу на курсы. И поскачу. Как лань. С удовольствием. С удовольствием. Потому что с удовольствием. Теперь вы можете как-то увеличить. Я ее сформировал. Ну, Диан. Шнурки, шнурки. Диануська кофточку одела потеплее. Ну, я даже не знаю. А чего? В смысле? А что я от тебя иду? А, в смысле, да, да, в смысле, попрохладнее. А я вообще-то хотела спросить, а зачем ты ее вообще одела? Потому что жарко. Нет, а если с коротким рукавом? Похлёвам больше подходят. А, ну, да. Для подстраховки, в общем. Давай, удачи с Богом, Дианусик. Выхожу на балкончик. Сейчас с балкончика Дианусика проведу. Где же, где же? А, вот выходит. Все, Диануська пошла. Да, хорошо. Лето, лето. Мы прям уже и не закрываем балкон. В ночь у меня все окна в салоне пооткрыты. Да, помог? Глядь. Кто это? А? Как он сюда пробрался? Помог? Сейчас Помог его убьет. Боишься? Жука боишься, да? Ну, правильно. Он тебе не нужен. Оставь его, помог. А я, знаете, что подсела сейчас. Еду готовлю. И смотрю, давай поженимся. Чисто случайно в рекомендованных не выпало. Посмотрела один выпуск. И теперь на фоне у меня всегда эта программа. Я сегодня с утра позанималась ремонтом там вещей. Затем я делала меню на неделю. Я что-то на прошлой неделе не делала. А так, видите, постоянно же делаю. В общем, сделала здесь, набросала. Суббота, воскресенье. Что-то как-то мне ничего не приходит в голову. Но и решила же делать все-таки запеканку. И вот у меня творожная запеканка. Это у меня тетрадь. Я когда собиралась сюда, повыписывала все свои рецепты. Те, которые, знаете, я использовала. Те, которые меня интересовали. И один от Елены Николаевны. Я даже в скобочках пишу, от кого произошел рецепт. И вот Елена Николаевна, моя бывшая сотрудница, давала мне рецепт. Я уже, кстати, пекла, живя в Донецке по этому рецепту. И сейчас буду. Значит, у нас что здесь? 250 грамм творога, который необходимо протереть. 2 столовые ложки сахара, яйцо, молоко. Ну, молоко, вот видите, не написано сколько. Но будем ориентироваться уже согласно опыта. И 2 столовые ложки манки. Это на 250 грамм творога. У меня же лор пионер. Не совсем этот творог. Но, тем не менее, приближу на полкилограмма. Этот у меня якобы гоголь-моголь. О, видите? Вот поэтому же у меня и не получилось. Мало, короче, сахара. И плюс у меня еще небольшая капелюшечка желтка тоже отслоилась. Читала я, что все-таки и отслоенный желток тоже играет большую роль. Молоко есть. Что там? Ну, солька, понятно. И манку я сейчас достану. Тут же у меня и яйцо, и сахар. Поэтому яйцо мне не нужно. Ну что? Я думаю, что здесь просто много сахара. Сейчас я немножечко отыму отсюда. И добавляю сюда творог. Вот столько я отняла. Потому что оно очень сладкое. Мне, честно признаться, муж не любит сладкую выпечку. Ну, кроме как вот эти курупаста, курупе, да? Эти печеньки. Все остальное он плохо очень ест. Но очень хочется. Мне чего-то прям так захотелось. Ну вот, смотрите. Я, правда, не перетирала. Потому что у меня сито очень мелкое. Я попробовала, а оно не перетирается. Вот такое вот у меня получилось. Я добавила немножко больше манки, чем написано в рецепте. И что-то мне так климануло. Думаю, то ли я когда переписывала, пропустила. То ли действительно по рецепту так. Не знаю. В общем, еще на кончике ножа, на кончике чайной ложечки, погасила чуть-чуть соды. Ну, потому что как-то думаю, ну как оно? Хотя, может, запеканку и не надо. В общем, по-своему, как говорится, доработала. Поскольку я этот рецепт очень много уже лет не использовала. Ну, года два, это точно. Вот, все. Готовим форму и закладываем. Все готово. Закладываем в духовку. Видите, как получилось? Посмотрим, что получится. Вот, видите, какой получился. Сейчас я его разрежу. Покажу, что вышло внутри. Показываю кусочек. Видите, пропекся. Все отлично. А, и пахнет яйцом. И ванилька. Я положила ванильку. Вот такой вот. Как пирожок, да? Собралась я, видите? Я уже иду на курсы. Время уже у нас сколько? А, по второму уже. Сейчас уже через полтора часа Диана придет. Ага, вот здесь уже, видите, ковры сушат. Вот, ой, не ковры, а тут всякие одеяла. Не знаю, видно вам, не видно. В общем, надо уже и нам снимать паласы и сдавать в стирку. Потому что уже начинают полы прогреваться, уже паласы лишние. От них только жар. Ну, в любом случае их надо стирать. Сегодня я иду на свою установку. Жарко. Жарко, жарко. Не знаю, вечером, надеюсь, с мужем будем возвращаться. Посмотрим, как он. Успеет, не успеет. С ним как-то интереснее, веселее назад. В общем, я подготовила карту. Подошла на остановку. Смотрю, нет автобуса. Думаю, пойду я куплю водички в БИМ. Пока я зашла, там буквально три минуты. Три минуты. Представьте, смотрю, он мне пробивает воду. Блин. И поехал автобус. Я пропустила. Ну, блин. Ох, я так попаздывать не люблю. Очень не люблю опаздывать. Но думаю, ну что стоять на остановке. Сейчас пройду туда вверх, чтобы я как бы ближе к курсам была. Что, пойду пешком? Пройду еще установку? Нет? В общем, попали. Я уже, видите, приехала с курсов. С мужем мы приехали. Встретил он меня там. Вот, потом мы прошлись. Купили подарок моему брату. Даже два. Да, выбирали. Ну, уж планируем ехать по этому каждому. Покупаем подарок. Сегодня вот выбрали ему подарок. Наконец-то. Да, всем подарки уже закончились. Ну, остались такие меленькие. Мелкие уже, знаете. Ну, для самых близких, конечно же, покрупнее. А для близких, близких, но все-таки чуть дальше. Чуть подарки будут помельче. То есть, хочется, знаете, каждому, каждому что-либо купить. Да, я такая. Что еще я бы хотела бы отвезти? Ну, не отвезти, а взять с собой. Хотела бы купить красные чечевицы. Затем булгурчика положить. Ну, вот что-нибудь такое, да, чтобы я могла там что-то приготовить. Потому что я даже не знаю, где там искать эту чечевицу, по какой на цене. Ну, я понимаю, что мы там будем недолго. Аж кем-то я русскую еду поесть. Ну, все равно. Хочется, просто, знаете, хочется им приготовить. Поэтому потихонечку готовимся. Дианка, а у тебя что сегодня в школе было? Все как всегда. У Дианы же начались матчи. А? Я бы не делала матчи. Нет. Начались матчи. Сегодня же был, да, один матч? Или это тренировка была? Ну, это просто. А, это физкультура. А, это физкультура, они играли в футбол. А матч первый когда, Диана, начинается? А в субботу? А, ну, теперь девичьи. В субботу начинается. Диана идет в субботу в школу. Как всегда обычно. И у них там будет матч. Нужно сдать 5 лир. Мало того, что вынуждают играть в субботу. Без желания, да, Дианка. Еще и, знаете, 5 лир. Ну, а что делать? Уже осталось учиться здесь буквально месяц. Доучивается. В этом году когда там заканчивается, Диан, я говорила? Ну, 12. В каком мае? Нет, я не... В каком мае? Ты что? В мае никогда не заканчивалась. В прошлом году закончилась 9 или 8 июня. Последнюю неделю я ходить не буду. Последнюю неделю ты не будешь ходить. Мы здесь не будем. А, нет, мы вернемся. Последнюю неделю мы тут будем. Алло, блин, то говорите мне, оно заканчивается в 12, то говорите, что оно в мае заканчивается. Я забыла, я забыла, да, да, да. А завтра же у нас 1 мая. Завтра выходной день? Завтра выходной день. И не только у тебя, Диана, везде, во всех школах и на всех воспредприятиях. Я не знаю, она на участии. Да? Аж крем завтра дома? Да? Завтра будем спать? Вашем году разве было выходной? Ну, я что-то не помню. Был, был, но я уже просто, честно говоря, упустила этот момент. И у него завтра, то есть завтра у нас день такой валящийся. Будем валяться и спать. Но я долго не могу спать. Мне, кстати, Дианка, мне нам нужно завести будильник, потому что, ну, я не могу. Я когда пересыпаю, вы знаете, у меня так голова болит, поэтому однозначно нужно хотя бы... Максимум полдевятого мне встать. Это просто максимум. Так что я дольше не сплю. Иначе я целый день потом... У меня голова как чайник. Да я без проблем. Я сказала, аж крем, давай берем на вечер один хлеб. Потому что я утром схожу свеженького, куплю. Ну, и даже дело не в этом, Дианка. Мы пришли, а там весь вот этот коричневый хлеб такой зажаристый. Я же зажаристый не люблю. Так что вот такие вот дела. Сходили на курсы. Курсы классно, мне так нравится. Ну, может быть, конечно, материал тот, который я все знаю, поэтому мне очень нравится. Ну, немножко обороты нарастают, идет сложнее. Знаешь, как перестанешь понимать? Так и перестанет нравиться. Но я думаю, что перестану понимать, знаешь, когда пойдет А2. Не то, что перестану понимать, но будет очень достаточно сложно. А2 начнется в середине июня. Курс А2, следующий этап. Вот, получается, эти заканчиваются. И сразу начинается А2. А, когда же нам стипендию будут давать? Вот интересно. Вот мы уже проучились ровно месяц. Со второго Ниссан, Ниссан этот, апреля. И вот уже второй мая будет ровно месяц. Дадут ли стипендию вот раз в месяц? Либо уже по окончании этих курсов. Не знаю. Ну, в общем, поглядим, поглядим. Я очень жду, очень. Очень хочется такого бонуса. Субтитры сделал DimaTorzok